В этом видео хочу поговорить с вами о форматах, какие форматы для каких типов клиентов нужны. Я хочу, чтобы вы поняли основную логику, основные мотивы, которые позволят вам создавать правильные форматы и правильные посылы для каждого формата. Нужно понимать, что клиенты, когда приходят к нам, допустим, на сайт, они приходят к нам как будто домой, как будто в офис, и мы сажаем их на диван, наливаем кофе, он уже, клиент расположен к нам благосклонно, он уже готов смотреть, он готов изучать информацию, ему не нужно впаривать какие-то там спецуслуги, спецпредложения, он уже к нам пришел, и здесь нам нужно просто не запороть то, что мы делаем. Для этого мы спокойненько, понятно, аккуратненько начинаем показывать ему портфолио. Говорим, вот проект такой-то, вот проект такой-то, соответственно, на вашем сайте должны быть раздел с проектами, в котором клиент может посмотреть, что вы делаете. Когда он посмотрит, у него, соответственно, может возникнуть желание посмотреть уже более детально, из каких этапов состоит работа, сколько стоит, может быть, он захочет посмотреть кейсы, и какие вы уже сделали проекты для других клиентов, вы это все ему постепенно, спокойненько рассказываете. Самое важное на сайте не торопиться, да, не нужно пытаться там все и сразу, и вот со всех сторон, чтобы были какие-то всплывающие окна. Лучше построить рассказ последовательно, пошагово, чтобы были разделы, чтобы было удобно, и чтобы он смог аккуратненько пройти по всем разделам и узнать все, что необходимо. Вот что на сайте в основном должно быть? То, что вас, клиентов, спрашивают на встрече, да, какие проекты, сколько стоят, сколько времени, сколько денег, в какой последовательности, как оплачивать, вот вся исчерпывающая информация. Если клиент уже к вам пришел, то он хочет у вас уже купить, и ему нужно просто закрыть все возможные вопросы, не отвлекая вас, то есть, посмотря по сайту. Таких клиентов, которые к вам пришли, они, их изначально не так много, но наша задача с помощью наших дальнейших выступлений, наших дальнейших телодвижений по известности сделать так, чтобы люди были подготовленными. И чем больше люди будут подготовлены, тем проще сайт будет конвертировать у нас из потенциальных клиентов в реальных. То есть, это такая инвестиция в будущее. Сайт – это всегда наше представительство и наши инвестиции в будущее. И что еще должно быть на сайте? Очень важно, чтобы он пополнялся, чтобы были какие-то обновления, чтобы клиент видел, что вы живые, что сайт живой, и все двигается, все развивается. Я рекомендую использовать его как некий архив. Все работы, которые вы делаете, все проекты, все движения, где бы вы ни были, различные участия в конкурсах, мероприятиях, отчеты, вот туда все складывайте. Понятно, что каждый клиент не будет смотреть все разделы, но просто то, что эти разделы есть, просто в наличии, это уже сыграет большой плюс на доверие. Понятно, что сайтом нужно заниматься, да, и понятно, что нужно делать какой-то чек-лист для вашего помощника, который будет его обновлять. Да, это отдельная работа. Но без сайта, без дома, без офиса, конечно, тоже можно работать только через лендинг. Но в дальнейшем, чем дальше вы будете развиваться, тем полезнее и тем важнее будет именно сайт. Поэтому основу заложить можно уже сейчас и дальше в дальнейшем его постепенно развивать. Обязательно делайте сайт и обязательно развивайте его во времени. Складывайте сюда все работы, тогда клиенты будут вам доверять после того, когда пришли уже к вам через либо рекламу, либо через вашу экспертность. Сайт – это очень важная часть. Вторая часть – это лендинг. Что нам нужно разместить на лендинге? Конечно же, когда человек туда попадает, он попадает по рекламе, как мы уже обсудили. Соответственно, наша задача – как можно быстрее вызвать его доверие и как можно быстрее взять с него контакты. Мы здесь ему ничего не рассказываем, ничего не объясняем, не пытаемся убедить. По сути, на лендинге мы даем взятку для того, чтобы клиент оставил нам контакты и для того, чтобы мы смогли дальше с ним повзаимодействовать, чтобы наш отдел продаж, либо мы могли ему дальше позвонить и попросить либо встретиться, либо сразу же предложить купить наш продукт. Тут уже в зависимости от того, какой у нас процесс работы с продажами. Поэтому на лендинге мы не должны расписывать и давать большое количество проектов, не должны давать большое количество описаний. Вообще все это не нужно. Нужно придумать только одну какую-то самую важную фишку, какое-то спецпредложение, какие-то условия, за которые клиент оставит контакт. Обязательно должен быть дедлайн, то есть когда, почему-то ему нужно сделать это именно сейчас. Обязательно должно быть ограничение. Всегда помните, что за трафик вы платите деньги, то есть на лендинг человек приходит не случайно. Если вы не берете контакт, то по сути вы лишаетесь своих денег. Поэтому контакт нужно брать обязательно, и все действия, все усилия должны быть направлены именно на это. Именно поэтому ни в коем случае нельзя указывать несколько действий, нельзя пытаться одновременно объяснить и что-то рассказать человеку, и одновременно взять контакт. Вся задача, чтобы клиент выполнил одно целевое действие, тогда будет работать лендинг. И, конечно же, есть дефицит внимания. Ну, представьте, человек гуляет по интернету, видит рекламу, нажимает на нее, попадает, и у него должно за доли секунды вообще быть представление, что вы предлагаете. Он не заинтересован в том, чтобы изучать ваш сайт, он может быть даже не заинтересован в детальном дизайне, он просто туда условно случайно попал. И вот за доли секунды он должен понять, что да, это то, что ему нужно, и да, есть спецпредложение, на которое он может оставить контакты. И если вы сделаете лендинг именно таким способом, то он будет работать. Если вы будете пытаться на нем разложить очень много всего, то человек просто будет его закрывать и будет уходить с этого сайта. Поэтому делайте лендинг и используйте его только в тех случаях, если вам нужно собрать контакты. И все действия, которые там должны быть осуществлены, они должны быть подчинены одной главной цели – сбору контактов. С этой логикой стройте лендинг, и тогда он будет работать. Третий формат – это социальные сети. Здесь, в принципе, нет никаких сильно особенностей, кроме одной. Все, что вы делаете, все, что вы размещаете в социальной сети, желательно, чтобы не уводить из нее. Социальные сети построены таким образом, и алгоритмы строят таким образом, чтобы все, что там происходило, происходило внутри. Ну и люди, на самом деле, если они находятся именно там, и они не хотят уходить на сторонние лендинги, на сторонние сайты. Сейчас появились уже инструменты, которые позволяют в рамках одной прямой экосистемы, любой социальной сети, и продавать, и размещать объявления, и там же рассказывать о своих продуктах, о своих услугах. Используйте эти инструменты полноценно. И чтобы использовать их полноценно, суперзнаний каких-то не нужно. Нужно просто изучить и посмотреть по каждой сети особенности, которые существуют на данный момент. Просто использовать некоторые форматы для того, чтобы пользователю было привычно, и тогда у вас получится создать рекламу, которая запомнится, и по которой вас найдут. Продолжаем. И четвертая часть, и ей повезло больше всех, потому что мы снимаем ее на фоне самого настоящего колизея. И это не просто так. В этой части мы поговорим про историю. Историю, которую мы рассказываем клиенту, и построена она следующим образом. В отличие от лендинга, либо в отличие от сайта, мы историю рассказываем, она у нас линейная. То есть мы не можем перемотать ее сверху вниз быстро и посмотреть самый финал, да, как мы книгу обычно листаем. И мы можем заглядеть в финал и посмотреть, чем же все закончилось. Здесь мы этого не можем сделать, поэтому у нас получается несколько слайдов, если это слайды, либо видео, если это у нас фильм. Основной посыл в том, что мы создаем некую историю повествования и делаем ее интересной для того, чтобы клиент ее смотрел в том порядке, в том повествовании, как нам хочется от начала до конца. Это могут быть видео, это могут быть вебинары, это могут быть слайды и другие разные информационные продукты, которые я вам покажу как пример, и вы сможете их использовать, понимая, что людям интересны истории, и они их смотрят и не перематывают. Так, и в последнюю очередь или не в последнюю очередь, потому что на самом деле очень много всего еще можно дополнительного придумать, но мы сейчас ограничимся вот этим пятым пунктом. И пятый пункт у нас будет тест. Напоминаю, что мы сейчас разобрали четыре основных критерия, четыре основных типа, в которые мы можем превратить наш контент. Но вы можете креативить и креативить дальше, придумывать какие-то новые опции, новые варианты, исходя из психологии влияния, исходя из триггеров, исходя из того, как люди мыслят и как они принимают решения. Но это уже потом, да, сейчас давайте завершим эту тему. И пятой частью у нас будет именно тесты, тестирование. Что такое тестирование? Тестирование – это форма общения с клиентом, ну, с предварительной формой, когда мы задаем вопросы. Мы задаем некоторые вопросы, и клиент на них отвечает. Почему это работает? Да, кстати, вот во всех этих пяти основных вариантах у нас работает именно то, что цепляет клиентов. На лендинге цепляет спецпредложение, да, то есть жадность. На экспертном, на сайте цепляет такая вдумчивость и логика. На тестах у нас уже будет цеплять участие. Мы будем принимать клиентов в ИГУ. Мы будем рассказывать ему о том, как может быть, да, и он, по сути, становится таким соучастником процесса. Если человек становится соучастником процесса, то ему становится интересно, он увлекается, его внимание завлекается. И именно на этом завлечении внимания мы строим диалог и коммуникации. Поэтому ключевая задача теста – не столько протестировать, да, и не столько собрать контакты, а именно увлечь клиента и рассказать ему, как обучение можно туда еще привнести дополнительные элементы, рассказать ему то, что он еще не знает. И если он это как-то совместит с нашей экспертностью, то в этом случае он тоже будет благосклонен к нам. То есть еще одна форма, да, мы сейчас пятую рассматриваем – это именно тест. Поэтому составляйте тест. Составляйте тест не просто так, что вот сбор наших данных, и вы получите какую-то фишечку. Постарайтесь собрать тесты именно с такой интонацией, что вы задаете клиенту, ему интересно отвечать, и в момент ответа он узнает что-то новое. Что-то новое о себе, что-то новое, может быть, о вас, если это как-то ценно для него, и что-то новое о той теме, которая ему интересна, о вашей профессии, о том, о чем он, может быть, даже не задумывался. То есть в форме игры, в форме теста вы сможете, и вы должны развлечь клиента. Тогда это будет работать. Все эти формы взаимодействия вы можете придумать, как я сказал, совершенно любые, исходя из тех вещей, которые могут понравиться клиенту. Это и обучение, это выгода, это общение, это желание показаться лучше. В общем, все те самые главные вещи, которые нужны, которые нравятся любому человеку, которые засели глубоко в голове, подойдут для того, чтобы придумать свои формы коммуникации. Итак, мы рассмотрели с вами пять основных критериев, и по ним вы можете придумывать, либо выбирать позиции, с которыми вы будете стартовать, которые вы будете прямо сейчас начинать одну из них и просто разрабатываете ее. Ну и также, когда вы почитаете и посмотрите то, что мы подготовили по психологии влияния, по триггерам, по тому, как работает мозг, вы сможете самостоятельно в течение времени использовать новые, возможно, форматы для того, чтобы придумать свои формы коммуникации. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если что-то непонятно, задавайте вопросы и будем обсуждать. И приступайте к выполнению задания, и увидимся в следующем видео.